Здравствуйте, уважаемые магистранты! Предмет национальной инновационной системы, лектор Бельгебаева Куралай Канашина. Рассматриваем мы темы развития инноваций в условиях глобализации и экономики и один из вопросов – инновационное развитие передовых стран как важная составляющая формирования конкурентоспособной системы страны. Цели и задачи инновационной политики в зарубежных странах. Задачи таковы. Усиление интернационализации экономической деятельности предприятий с целью достижения увеличения международной конкуренции в технологическом развитии. Увеличение государственного финансирования НИОКР, научно-исследовательской, опытно-конструкторских работ. Развитие конкретных областей науки и техники, а именно естественных наук, наук о жизни, нанотехнологии, биотехнологии, защиты окружающей среды. Создание благоприятных условий для развития инноваций на предприятиях. Стимулирование новых технологических и инновационно-активных предприятий. Административные реформы, направленные на улучшение координации деятельности в сфере инновационной политики. Процесс объединения всех смежных сфер с инновационной для достижения гармоничного функционирования единой национальной инновационной системы. Ведущие технологические направления или топ-технологии. Вот здесь на слайде представлены виды технологий и какому уровню развития они соответствуют. Низкий уровень – это дешевая солнечная энергия, беспроводная связь для сельской местности, генетически модифицированные зерновые, технологии фильтрации и очистки воды, дешевое автономное обеспечение домашних хозяйств. Вот такие виды технологий относятся к низкому уровню развития. Следующая классификация уровень – средний. К среднему относятся такие виды технологий – методы быстрого детектирования биосубстанции, сокращение отходов и токсичных веществ в производстве, радиочастотной идентификации продуктов и индивидуумов, гибридные транспортные средства. Высокий уровень развития – это целевая доставка лекарственных препаратов в органы и ткани, улучшенные методы диагностики и хирургии, квантовая криптография. Очень высокий уровень. Средства доступа к информации всегда и везде. Производство тканей живых организмов для имплантации. Универсальные сенсоры для обеспечения безопасности. Носимые компьютеры в виде одежды, украшений. Топ технологии. Каковы? Биотехнологии, информационные технологии, технологии материалов, нанотехнологии. Следующее. Самый рассмотрим рейтинг самых инновационных стран. Самой инновационной страной, по данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, на первом месте занимает Швейцария. Чем выше значение, тем выше потенциал страны. По рейтингу 68,4 балла. На втором месте Нидерланды 63,3 балла. На третьем месте Швеция 63,1 балла. Между Нидерландой и Швецией всего разница 0,2 балла. Если рассмотреть бывшие страны СНГ, то 24 место занимает Эстония, Латвия 20,34 и 40 место Литва. Казахстан находится на 74 месте с баллами 31,4. Здесь был в предыдущем слайде рейтинг за 2019 год. За 2020 год по-прежнему в рейтинге среди мировых стран лидирует Швеция, Швейцария, Швеция, Америка, Великобритания, Нидерланды, затем Дания, Финляндия, Сингапур и так далее. Казахстан находится на 77 месте. На этом слайде распределение стран по числу возможных для развития топ-технологий. Разными цветом представлены группы стран. Всего таких групп стран. Раз, два, три, четыре. Синие это страны, к ним относятся Канада, Германия, затем Республика Корея, Япония, Астралия и Израиль. Из тех стран, которые отчитываются и вошли в расчет рейтинговой системы. Далее зеленые страны это Россия, Китай, Индия, желтые страны Турция, Индонезия, Южная Африка, Чили, Бразилия, Колумбия, Мексика, которые с баллами 1 и 2, 4, 6, 8 баллов. Затем красные страны. В них входит группа это Грузия, Непал, Пакистан, Иран, Иордания, Египет, Киньи, Камерун, Чад, Фиджи и другие страны. Мексика относится в группе желтых стран. Распределение стран-лидеров по уровню развитости високотехнологических отраслей. Следующее. Сельское хозяйство, производство продуктов питания. Это в США, Китае, Индии, Бразилии, Японии. Здравоохранение, медицина, науки о жизни, биотехнологии. США, Великобритания, Германия, Япония, Китай. Нанотехнологии и другие материалы. США, Япония, Германия, Китай, Великобритания. Производство энергии. США, Германия, Япония, Китай, Великобритания. Оборона и безопасность. США, Россия, Китай, Израиль, Великобритания. Оборудование, электроника, компьютеры. США, Япония, Китай, Южная Корея, Германия. Программное обеспечение системы управления информацией. США, Индия, Китай, Япония, Германия. Автоматизация и производство машин. Япония, США, Германия, Китай, Южная Корея. Аэрокосмический, рельсовый и другой неавтомобильный транспорт. США, Япония, Китай, Германия, Франция. Как видим, в важнейших видах высокотехнологических отраслей лидирующей позицией занимает США. Страны по индексу технологичности. Первое место это Норвегия, затем Швеция, Нидерланды. У них коэффициенты одинаковые, 3,68. Затем Дания, США, Сингапур, Финляндия и так далее. Замыкающая как бы тоже высокотехнологичная страна является Австралия. Рейтинг 3,4. Индекс развития информационно-коммуникационных технологий в странах. Это показатель, характеризующий достижения стран мира с точки зрения развития информационно-коммуникационных технологий. Первое место занимает, первую позицию занимает Исландия с индексом 8,98. Второе место Южная Корея, 8,85. И третье место Швейцария, 8,74 составляет индекс развития информационно-коммуникационных технологий. Далее, каковы приоритеты научных исследований в ведущих странах? Приоритеты научных исследований США. Новые материалы, в первую очередь, композиты, информационные технологии, биотехнологии медицины, гибкие автоматизированные производства для обрабатывающей промышленности, транспорт, наземные и воздушные, энергетика, экологически чистые технологии и методы восстановления пострадавших экосистем. Приоритеты научных исследований в странах Европейского Союза. Постгеномные исследования биологии и изучение основных болезней на мировом уровне, нанотехнологии, исследования в области информационного общества, аэронавтика и космос, исследования, характеризующиеся высокой неопределенностью и рисками, исследования, рассматривающие развитие Европы как единого целого. Приоритеты научных исследований Японии. Наука о жизни, информатика и телекоммуникации, защита окружающей среды, нанотехнологии, новые материалы. Приоритеты научных исследований Южной Кореи. Информационные технологии, биотехнологии, охрана окружающей среды, космические технологии, нанотехнологии. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание. Никто не мелных есть. Продолжение следует...